Раз диагностируется у детей все чаще, первыми бьют тревогу родители, замещающие отставание ребенка по сравнению со сверстниками. Разбирались с неврологом, когда именно нужно поспешить к нему. Что должно насторожить родителей? Отсутствие продуктивной речи к полутора годам отдельных слов, а к двум годам коротких предложений. Не откликается на свое имя, не выполняет простых просьб, отсутствие указательного жеста и зрительного контакта, стереотипное поведение и пищевая избирательность, ходьба на цыпочках. Все чаще наблюдаются расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, задержка речевого развития. Наиболее частые состояния – это задержка психоречевого развития, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, расстройство аутистического спектра. Периодические медосмотры узкими специалистами проводятся согласно утвержденному графику. Поводом для внепланового обращения могут служить симптомы, которые настораживают родителей. Дифузное снижение тонуса вялый ребенок в возрасте до трех месяцев. Ограничение двигательной активности. К шести месяцам не сидит, к восьми месяцам не ползает, в год не ходит. Вздрагивание и замирание. Задержка речи, описанное выше. Поясню, что избегание зрительного контакта не всегда равно аутизм. Симптомы нужно оценивать в комплексе. Расстройство аутистического спектра – это гетерогенная группа состояний, и разбираться нужно в каждом конкретном случае. Очень часто возникают состояния, когда контакт с ребенком затруднен, в том числе из-за наличия проблем со слуховым восприятием, и тогда в команду специалистов подключается сордолог. Ночные страхи и кошмары нужно дифференцировать, и здесь нам помогает видео-ЭЭГ-мониторинг дневного сна. Обращение родителей с ребенком, имеющим аутистические расстройства, происходит в период от года до трех лет. Как правило, родители, в семьях которых есть определенная настороженность, акцентируют на них внимание раньше, что позволяет установить диагноз быстрее. В остальных случаях обращение к неврологу происходит по причине задержки развития. Отсутствие речи или минимальные словарные запасы, особенности поведения, избегание контакта, в том числе зрительных, стереотипное поведение, отсутствие коммуникации, элементы агрессии, интеллектуальная задержка развития. В сравнении со сверстниками родитель начинает обращать внимание на отставание в развитии своего ребенка. В настоящее время разработаны определенные опросники, позволяющие верифицировать симптомы в разных возрастных группах. Но врач все равно необходим, чтобы избежать субъективности. Специалист за время консультации определит объем необходимых исследований и оценит неврологический статус ребенка. РАС свойственно значительно вариабельность симптомов и степени их выраженности, в результате чего нет двух одинаковых пациентов. Согласно статистике последних лет в США частота выявляемости РАС составляет 1 на 60 детей, в России 1 на 1000. К сожалению, в последнее время наметился тренд на возрастание пациентов с РАС, что влечет за собой последующие сложности в обучении и социализации таких детей. Именно поэтому важна настороженность родителя в выявлении симптомов, о которых я говорила ранее, а также своевременная диагностика.